МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Наш День. В студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главном сегодня. Ушла в парикмахерскую и не вернулась. Пропавшая девочка из села Старорусского найдена мёртвой. Тяжело. Детей терять тяжело очень. Нашла отца спустя 75 лет. В Волгоградской области поисковики обнаружили останки красноармейцев, погибших под Сталинградом. Родственники одного из солдат живут на Сахалине. У меня был шок. Я две недели плакала. Не могла прийти в себя. Работа моей мечты в специальном проекте АСТВ воспитанник Троицкого детского дома Алексей Барсук примерит форму спасателя МЧС. Вулкан Чекурачки проснулся на Курильском острове Парамушир. В четверг, 28 июля, из кратера вырвался столб пепла высотой до 5 километров и засыпал тонким слоем вулканических осадков северокурильск. Это уже второе пробуждение за текущий год. В апреле Чекурачки также заявила себе пепельным столбом в 3 километра. Как поясняют ученые, угрозы для курильчан нет и больших выбросов пепла больше не будет. А в пятницу, 29 июля, в 8.55 по сахалинскому времени, в 123 километрах юго-восточнее города Курильска на Итурупе произошло землетрясение магнитудой 4,2. В районном центре ощущались толчки силой до 3 баллов. В островном регионе подобные слабые землетрясения регистрируются практически ежедневно. Ни один из мифов острова Матуа не подтвердился. Участники экспедиции известный сахалинский историк Игорь Самарин рассказал о проделанной работе на одном из островов Курильской гряды, который в последнее время оброс легендами. Напомню, в начале мая туда отправились военные, историки и журналисты в поисках подземного города и лаборатории по производству химического и бактериологического оружия. Также строились предположения о невероятной для тех лет технологии подогреве взлетно-посадочной полосы термальными водами. Однако на месте выяснилось, термальных источников на острове нет вовсе. Там же разрушился и миф о так называемых паттернах сооружениях, уходящих под землю на 54 этажа. Вы знаете, самое глубокое сооружение, которое было обследовано, не превышает 5 метров. Как правило, это очень глубокие и обширные емкости для хранения питьевой воды. Много уровней сооружения там есть. В основном это бункеры бетонные, которые не соединяются подземными ходами сообщений. Это обычная нормальная схема строительства. То есть ничего супер особенного на острове Матуа я не увидел. Увидеть экспонаты с острова Матуа сахалинцы смогут в конце этого года на выставке. Участники экспедиции собрали предметы, которые, по их мнению, вызовут интерес у жителей области. В областном правительстве прошло расширенное заседание, посвященное экономике региона. Пришла пора заняться всесторонним развитием производств на островах. При том, что нефтяной бюджет это позволяет. Такова идея выступления губернатора Олега Кожемяка. Он презентовал набор тезисов, которые назвал новой экономической политикой региона. Сахалинская область не должна проедать нефтяные доходы. Немалые деньги следует аккумулировать, вложиться в будущее островов так, чтобы экономика могла быть самодостаточной и без углеводородов, которые рано или поздно закончатся. Такова, коротко, идея новой экономической политики, которую презентовал губернатор на расширенном заседании в правительстве. Глава региона отметил, сосредоточенность на нефтегазовой промышленности на сегодня привела к тому, что другие отрасли экономики находятся в глубоком застое, а некоторые и вовсе потеряны. И это в пятаком бюджете и имеющихся возможностях. Совершенно очевидно, что экономика Сахалинской области нуждается в серьезных коренных изменениях. Средоточной экономической политики, изменения структуры региональной экономики, развязываемой отрасли, в которых есть объективные экономически просчитанные потребности. Ключевые сферы – это сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс и промышленность строительных материалов, с учетом возможностей лесного комплекса. Первые камни в фундамент новой экономической политики уже заложены. Это, например, крупные сельскохозяйственные проекты в рамках территории, опережающего развитие. Как отметил губернатор, начальная ступень – это самообеспечение продуктами питания. На закупки из других регионов Сахалин ежегодно тратит 13,5 миллиардов рублей, а еще в начале 90-х область покрывала целиком или в большей части потребность населения в овощах, мясе, молоке и по другим позициям. Заявленные в новой экономической политике тезисы плотно связаны и с программой «Единой России». На достижение поставленных целей направлен и партийный проект «Острова развития». Инвестиционные проекты будут работать в сельском хозяйстве, развитие будет агропромышленного комплекса. Это и увеличение количества тех продуктов, которые бы сегодня мы производили на территории, а не завозили. И самое главное то, что мы будем производить еще и экспортировать за пределы Сахалинской области, чтобы доходы повышались. Еще один важный элемент новой экономической политики – работа глав муниципалитетов по всей области. По распоряжению губернатора они должны провести ревизию всех документов, которые определяют меры поддержки предпринимателям. Именно малый и средний бизнес, если в него грамотно вложиться, сможет обеспечить немалую долю внутреннего регионального продукта. В Волгоградской области поисковики нашли останки красноармейца на месте боев под Сталинградом. Как оказалось, его родственники живут сейчас в Южно-Сахалинске. Установить личность погибшего солдата специалисты смогли благодаря активности его семьи в сети интернет. Родственники искали возможность похоронить Ивана Ратанова уже много лет и успели разослать письма во все поисковые отряды Центральной России. Клавдия Ивановна, мне, конечно, очень приятно, что сбываете ваши давнишние 75-летние давности мечты. Клавдия Ивановна в девичестве Ратанова сегодня героиня. Важная глава истории ее семьи – это 75 лет поиска отца семейства. Для кого-то уже деда и прадеда. Советского солдата, простого пулеметчика, родом из-под города Гусь-Хрустальный. Который все первые годы Великой Отечественной войны рвался на фронт. Не брали. Призвали уже только под Сталинград. Последний раз живым Ивана Ратанова видели в 1942 году. С тех пор члены семьи отсматривали каждый кадр военных хроник, которые показывали на советском телевидении. Своего родственника под Сталинградом увидели лишь спустя 30 лет после рокового призыва. Тогда была живая еще его жена, моя бабушка. Я говорила, бабушка, посмотри, это показывают твоего мужа. И она увидела, это был действительно дед. Мой дед. Такой был он в полушубке, в зимнем шапка. И за плечами у него был вот этот пулемет, как ранец. И бабушка тогда сказала, вот мы и свидетельствуем с моим Иваном. Кто бы тогда мог подумать, что семье спустя еще много лет удастся поприсутствовать на похоронах предка. История о том, как нашлись останки на грани чуда. Ивана Ратанова среди других погибших опознали благодаря предмету личной гигиены. В родном селе он был известен как модник. И даже на фронте заботился о прическе. Для этого при нем всегда была расческа с именной гравировкой. Даже в бою, в котором солдат погиб. Но даже когда семью оповестили о дате запланированных похорон, была возможность, что родственники не попадут на торжественную церемонию погребения Ивана Ратанова. На помощь вовремя пришли спонсоры. Участие к этой уникальной для Сахалина истории проявил фонд «Родные острова». Конечно, огромная благодарность им. Огромная благодарность. Это и гуманно, и человечно. Сохранить память о погибших. Это нужно всем живым. Это мертвым не надо. Пока жива память, живой и боец. Фонд «Родные острова» взят на себя добровольные обязательства по оплате проезда туда и обратно членов семьи погибшего красноармейца. Кроме того, в данное время, когда с каждым годом становится все меньше ветеранов, память о них, сохранение этой памяти является очень важным для нас. Сохранение семьи, крупицы памяти одной семьи, в целом это сохранение памяти всей истории нашей страны. Торжественная церемония погребения состоится 23 августа в Волгоградской области. Оттуда дочь Ивана Ратанова, Клавдия, привезет на Сахалин частичку земли с могилы красноармейца. Дагинские термальные источники в Ногликах благоустроят. Преображение этой туристической зоны начнется уже этой осенью. Эскизный проект представил руководитель регионального агентства по туризму Олег Маямсин. Дорожку эту сделать здесь, закрыть дорогу. И вот это благоустройство, почему это, конечно, можно сделать. Деревянные тротуары, освещение, зона для кемпинга и три современных павильона на эскизах территории дагинских источников выглядит привлекательно. Но реальный облик пока далек от живописного проекта. Однозначно у правительства есть понимание и у агентства того, что источники должны быть в надлежащем виде. Ну, конечно, не в таком. И сегодня, я думаю, что есть понимание и в том, что надо это делать за государственные деньги. Термальные источники – место притяжения для островитян из разных районов. Семья Рябининых из Александровско-Сахалинского каждый год отдыхает в дагах. Да, здесь мы купаемся, ну, где-то минут семь посидим в воде. Даже вот есть обозначенный один источник, там, кожу лечат, к примеру, болезни на коже. Другие источники суставы лечат. А вот источник, в который залезть невозможно, температура очень высокая. Но так называемый «дикий туризм» на дагинских источниках, по мнению Георгия Карлова, должен уйти в прошлое. Вот здесь и Олег Анатольевич, и Сергей Николаевич, думаю, видят абсолютно правильно пути. Как сделать это возможность для того, чтобы эти места были, кроме того, чтобы общедоступные, чтобы они сохраняли свой вид, были безопасны и приносили удовольствие для людей. При этом оставались, как я сказал, общедоступными, то есть бесплатными. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса – развитие всего вот этого дагинского нашего месторождения, что природу дано, как сделать это в том числе и интересным, привлекательным для бизнеса. Вот эти вот задачи, они стоят. Первые шаги к цивилизованному отдыху предпримет муниципалитет, а затем подключится бизнес. Дорога есть, в принципе, готовы, готовы вложить деньги в гостиницы, какую-то еще инфраструктуру. Но для этого надо, чтобы что-то было здесь, по крайней мере, решено в первую очередь с источниками. Оценить первые результаты благоустройства дагинских источников туристы смогут уже осенью. Планируется, что к бархатному сезону здесь появится парковка и освещенные дорожки к обновленным павильонам. Южно-сахалинцы с ограниченными возможностями здоровья в пятницу отправились на берег Аниевского залива. Всего около 300 человек. Такие поездки администрация областного центра устраивает каждый год уже 14 лет подряд. Площадку для отдыха сахалинцев подготовили заранее. Это для нас разрядка, но общение со всеми, в конце концов, посмотреть на всех, живы ли еще наши люди, как говорят пенсионеры. Духом никто не падает. Знаете, общение и всякие конкурсы, и общение. Я же сообщество инвалидов, и Дельвейс. У нас все наши приезжают, и мы общаемся. Для отдыхающих приготовили конкурсы, игры и песни. У многих участников акции уже появились свои традиции. Футбол, пикники и сбор ягод. Весь день сахалинцам помогали волонтеры, а безопасность обеспечили сотрудники госавтоинспекции и медицинская служба. Если версии и есть, то СМИ о них не сообщают. В Долинске обнаружено тело пропавшей Марии Суковатицыной. Поиски девушки длились почти неделю. Обо всем подробнее в рубрике «Точка отчета». Запомните Машу такой. Хоронить девочку будут в закрытом гробу. 23 июля десятиклассница поехала вместе с подругой в парикмахерскую. Из Долинска не вернулась. На связь с родными больше не выходила. 28 июля девочку обнаружили мертвой на выезде из города. Девочка действительно была очень хорошая, тихая. Никому добра, зла не делала. Придет в магазин только шоколадки, вечно с мамой. Очень все скорбим, конечно. Тяжело. Детей терять тяжело очень. Страшная новость за считанные минуты облетела Старорусское, село, в котором Маша жила. Соседи называют девочку домашней, но при этом яркой и талантливой. Маша очень любила танцевать. Девочку хорошо знали в местном доме культуры. Здесь уверены, причин уходить из дома у Маши не было. Ребенок у них поздний, как сказать по-русски, выпестованный. Просто он рос в любви. Она такая тихая, хорошая девочка. Тело девушки направлено в морг для проведения экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Уже второе за этот месяц. В том же районе пропала еще одна девушка, Екатерина Магерамова. До сих пор о ее судьбе ничего не известно. Две аварии в одном месте и в одно время. В обеденной частном проспекте Победы водовоз протаранил микроавтобус. Я поворачивал на перекресток. Меня колонна пропускала. А с крайнего ряда он меня не увидел. Я его не увидел. Ну, в общем, мы налетели друг на друга. Также мужчина признался. Это его первое ДТП за 30 лет стажа. Удар пришелся на сторону водителя микроавтобуса. К счастью, мужчина был пристегнут. Буквально в 100 метрах от этой аварии на перекрестке Победы и железнодорожной столкнулись КамАЗ и небольшой грузовик. КамАЗ пересекал город с запада на восток. Мазда Бонга, в свою очередь, пыталась повернуть с проспекта налево. На момент аварии для водителя большегруза горел зеленый свет. В течение минуты лодка спасателей подходит к тонущему человеку. Это показательное учение сотрудников МЧС. Только за этот год в Сахалинской области погибло 8 человек на водных объектах. Поэтому, граждане, если вы планируете выход или выезд на водный объект, пожалуйста, не злоупотребляйте спиртными напитками. И самое главное, не оставляйте своих детей без присмотра. Учения проходят на Анивском пляже. Здесь открылся спасательный пост. Он будет работать до конца купального сезона по пятницам, субботам и воскресеньям с 9 утра до 9 вечера. Битва урожаев продолжается. Уникальный эксперимент сайта СТВ.ру набирает обороты. Журналисты и блогеры решили опытным путем выяснить, какие овощи, дачные или магазинные, вкуснее и дешевле. Сегодня своими секретами выращивания огурцов поделится участник битвы Ярослав Лебедев. Ярослав с детства много помогал своим родным. Копал грядки, поливал, пропаловал. Став взрослым и самостоятельным человеком, продолжал общаться с землей. Даже живя в городской благоустроенной квартире, выращивал под своими окнами цветы. А когда семья сестры приобрела дом с очень запущенным участком, Ярослав с удовольствием помогал обрабатывать 6 соток. Сегодня от былого запустения нет и следа. Самое любимое место огородника-любителя – теплицы, где растут огурцы. Ярослав, я вижу огурцы такие бодренькие, хорошие, завязи. Скажите, пожалуйста, что на сегодняшний день вы делаете с ними? Сейчас мы только поливаем. Мы подкармливали только своим. У нас куриный помет, торф и интересный уголь. Мы подкармливаем огурцы. Сейчас каждый день поливаем. Тепло на улице, каждый день поливаем огурцы. Первая высаженная рассада не выдержала низких весенних температур. Погибла. Огурцы – теплолюбивые растения, замечает Ярослав. Их пришлось высаживать заново. В настоящий момент огуречные побеги полны завязи и выглядят бодрыми и жизнестойкими. Дальше мы их будем подвязывать. В этом году мы будем подвязывать их на такие веревочки. В следующем году мы планируем купить специальную сетку для огурцов. Она вот так стелится, чтобы огурцы подвязывать. Им огурцам нужен цвет, потому что если они так будут валяться, они будут в тени, и они будут желтеть. Вообще самые хорошие огурцы, которые маленькие, зеленые и чуть не доспевают. Самые вкусные огурцы. Первый огурец уже протестирован. По расчетам урожай можно уже собирать в начале августа. Немного позже, чем предполагалось, но зато это свои, выращенные. Довольно говорит Ярослав. И уже подсчитал все затраты на выращивание огурца. Объекты наблюдения в проекте «Битва урожаев». Много времени уходит на обработку, полив, пропалывание. Удоверять надо постоянно следить. А полив у вас как? Вручную? Либо это электричество нужно? У нас вот бочки, я дождя, мы из насоса, у нас вода идет, мы из фланга набираем бочки. Если таскать воду тяжело, можно таскать, но тяжело это будет, и долго это будет. Получилось недешево – 264 рубля на 1 килограмм. Планируемый урожай – 60 килограммов. Вероятнее всего будет выше. Но даже при таком расчете огурцы, выращенные своими руками, гораздо вкуснее, чем магазины, уверен участник «Битвы урожаев». Главное, они самые душевные, а значит, бесценные. Спортсмены из Хабаровской и Владивостока делятся опытом с сахалинскими скейтбордистами. В рамках проекта «Школа уличного спорта» ребята проводят мастер-классы, на которых улучшают парковую технику сахалинских экстремалов и учат их новым трюкам. Тренировки, кроме скейтпарка, проходят и на улицах города. Гости отмечают, что Южно-Сахалинск очень удобный для скейтборда. Скейтпарк недавно построили, я так уверен, что уровень достаточно высок, а у нас уже это давно развивается все. И чему я смогу научить? Да, мне кажется, что попросят ребята. Все, что я умею, я готов поделиться. После трехдневных мастер-классов 1 августа спортсмены соберутся вместе на площадке Хоккайдо-центра. Сахалинцы устроят жесткую борьбу в спортивной игре «Гейм оф скейт». Также пройдет соревнование на лучший прыжок и лучший трюк. Всех желающих поучаствовать в состязании и поближе познакомиться с гостями просят обращаться по телефону 425522 или приходить 1 августа в 15.00 в скейтпарк. Обменяются опытом, может быть, какие-то трюки новые поставят. И, естественно, в любом случае это общение приведет к развитию таких внутренних и дальневосточных связей между спортсменами, ну, естественно, к повышению мастерства. Подобные мероприятия подготовили и для других уличных спортсменов. С 10 августа начнутся мастер-классы с приглашенными мастерами по трикингу, самокату и велосипедам BMX. А 13 августа все гости и островные экстремалы примут участие в первом фестивале уличного спорта. АСТВ продолжает специальный проект «Работа моей мечты», в котором воспитанники детских домов пробуют себя в любимых профессиях. Сегодня Алексей Барсук из Троицкого детского дома примерит форму спасателя. Он мечтает первым приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. А еще недавно Алюша Барсук хотел бороздить море-океанным, но однажды он включил телевизор и понял – Его настоящая мечта – первым приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Сначала я хотел быть моряком, увидел спасателей, как по новостям МЧС, и захотелось. И вот Алексей в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. В гружении в профессию ему устроит опытный спасатель Николай Михеев. Поприветствовать воспитанника Троицкого детского дома вышел начальник отряда Валентин Желонкин. У меня Алексей тут. Как же, Валентин Пробавлович? Нет. Ну, я смотрю, ты немножко волнуешься, да? Ну, ладно. И сразу построение. В одном ряду те, кто уже закончил дежурство и отправляется отдыхать домой, и те, кому сутки быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям. А потом с помощью синего комбинезона с оранжевой кокеткой дедомовец-барсук превращается в неустроящего спасателя. Все очень приятно. Я слышал то, что вы спасали косаток. За дверью Алексея поджидали те, кого он, возможно, видел по телевизору, когда решал, кем быть. Дмитрий Михайлов и Вадим Скрипник – те самые, кто весной почти сутки спасал из ледового плена Охотского моря косаток. Больше всего тогда досталось пятилетнему самцу, которого прозвали Вилен. Когда уже начали продвигать к большой воде на приливе, там уже кричали «Вилли, ну давай, давай», и вот пошло «Вилли, давай, давай». Большое количество телефонов, здесь радиосвязь с дежурной сменой. Дальше небольшая экскурсия по отряду, в котором работают люди, чья профессия – спасать и помогать. Будь то землетрясение, дорожная авария или кошка, застрявшая в водосточной трубе. А на улице для Алёши готово первое испытание гидравлическим инструментом. Он незаменим при спасении пострадавших в ДТП. Руководит испытанием Дмитрий Кублицкий – спасатель с 20-летним стажем. Четыре года назад Дмитрий был признан лучшим водолазом Дальнего Востока. Боевым крещением для Кублицкого стало нефтегорское землетрясение. Сел вертолет на футбольную площадку, когда еще на подлете мы посмотрели, ну добро пожаловать вас. Спасатель – это не только водолаз, водитель, пожарный, верхолаз, медик. Спасатель – это еще и кинолог Мария Хромова. На работу ходит с овчаркой Герой. Во время Невельского землетрясения четвероноги не только искали, но и морально поддерживали людей. Ап, лапу. Дети боялись засыпать, дети боялись, ну толчки продолжались все время. Они с собакой погладить. Артем там что-то показал, все, и дети, они. То есть у детей через животное, через собаку, через кинолог, происходило вот это вот возвращение в нормальный, в живой мир. Гав! Ну с кинологом пойдешь? Я так вот, да? Я думаю, с собаками он сможет работать легко. Он не боится, как бы понимает. Ну, сразу включился в работу, молодец. Очень, я с удовольствием буду его ждать, если он захочет. Уже потом, в конце, Алеша признается нашей съемочной группе. Поход к психологу ему понравился не меньше, чем разрезание железа и упражнения с собакой. Спасатели часто видят беду и сами рискуют жизнью. Им тоже нужна поддержка. А еще в этот день барсук облазил, кажется, всю технику пликурцев. Все понравилось. Хочу отучиться, потом в армию закончить, а потом уже работать пойти. Вот я побываю сегодня, мне прям еще сильнее захотелось. Потому что так интересно. Ну, бывает, да, страшно, но интересно. Хочется. И в завершении выпуска еще раз напомню, что дружный коллектив АСТВ в субботу ждет всех желающих на фестивале красок Холли на пляже Ваневе. Это совершенно точно будет самое яркое событие этого лета. Старт в полдень, веселье продлится до полуночи. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok